Здравствуйте! В эфире события недели. Сегодня день работников дорожного хозяйства. С профессиональным праздником уважаемых работников дорожного хозяйства Крачева-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Семрезов. Ваша отрасль всегда была и остается одной из стратегических. От качества и развитости дорожной сети зависит многое. От безопасности дорожного движения и транспортной доступности региона до его экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Крачева-Черкесской республики составляет более 7 тысяч километров. В рамках региональных программ, благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и добросовестному труду инженеров, проектировщиков, строителей и рабочих, Крачева-Черкесия входит в число регионов с современной дорожной инфраструктурой, соответствующим качествам основных федеральных трасс и территориальных дорог, мостов и развязок. Безусловно, еще многое предстоит сделать в числе первоочередных задач приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, регионального и местного значения, муниципальных дорог и мостов, а также реализация комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Учитывая растущую интенсивность движения, будем мы дальше уделять особое внимание вопросу качества дорог. Спасибо за ваш труд всем ветеранам и работникам дорожной отрасли. Говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. Федеральные дороги Северного Кавказа готовы к зимнему сезону. Об этом сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог «Кавказ». В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения «Оппордор» реализует комплекс мероприятий в рамках зимнего содержания федеральной сети дорог. Также призывает водителей подготовить автомобили к зимним условиям эксплуатации. По закону, зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, то есть до 1 декабря. Главное медиа событий этой недели – прямая линия главы Карачева-Черкесии Рашида Тимрезова с жителями республики. Традиционно такой формат общения вызвал большой интерес у земляков, которые отправляли свои вопросы, звонили по многоканальному номеру, присылали видеообращения. Как отметил глава, прямая линия – отличный инструмент взаимодействия, который позволяет не только увидеть общую картину положения глазами людей, но и внести корректировки в совместную работу. С прямой линии специальный репортаж Альбины Ламковой. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов уже направляется в телевизионный павильон, где все готово к проведению традиционной прямой линии. Встретила руководителя региона, директор ГТРК Карачева-Черкесия Светлана Казиева. Последнее приготовление – проверка микрофона. Все начнется с минуты на минуту. Настроение позитивное, так как общение главы региона с жителями – событие важное и прекрасная возможность получить ответы на волнующие вопросы. Узнать о перспективах развития Карачева-Черкесии – из первых уст. Это мероприятие имеет огромное значение для установления открытого диалога между властью и населением, что повышает уровень доверия и понимания между ними. Не будем терять время. Начнем. Рашид Борис Бивич, вот прямая линия – это ваша традиционная форма общения с жителями республики. И прежде чем мы начнем принимать звонки, вот скажите, пожалуйста, как обращения граждан влияют на ежедневную работу правительства, муниципалитетов и лично вашу? Ну, добрый день еще раз, добрый вечер. Хочу всех поприветствовать. В первую очередь, всех жителей нашей родной любимой республики. Хочу сказать, что для меня общение и вот тот инструмент, про который вы спрашиваете, и для меня, и для всех работников правительства Карачева-Черкесской республики, органов муниципальной власти, исполнительной власти, законодательной власти – это важнейший инструмент. Это прямой контакт с людьми, когда мы слышим напрямую, что сегодня необходимо сделать, где мы недорабатываем, где мы, честно говоря, не успеваем. Хотя мы на самом деле стараемся, очень многое делаем. Затем Светлана Казеева задала вопрос о новом Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Почему глава республики принял такие решения и какие еще произошли изменения? Он отметил, что в первую очередь для усиления работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачева-Черкесии в части строительства, ремонта и реконструкции объектов капстроительства в рамках нацпроекта и госпрограмм. Развивается у нас туризм. Это большое количество людей, которые приезжают. И все пользуются автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом. Ну и надеюсь, что с 2028 года еще и авиационным транспортом. Когда мы в нашей республике построим первый аэропорт. Поэтому Министерство транспорта необходимо. Необходимо. Это вызов времени. Уверен, что новый руководитель знает и понимает то, что сегодня происходит. Тем более, имеет опыт работы в Министерстве строительства. Уверен, что обязательно с этим справиться. И мы будем наконец-то станем не тупиковым субъектом. Тупиковым в плане железнодорожного транспорта. Автомобильного и авиационного. Ну, в добрый путь. После краткого вступления главы республики Рашиды Тимрезова поступила серия вопросов и ответов. И несмотря на загруженность линий первый звонок. Дозвонились и напрямую обратились к главе. Он поступил о представителя волонтерской группы по зову сердца Надежды Овчаренко. Просит прикрепить группу к официальной организации. Чтобы помощь была еще эффективнее. Хочу поблагодарить вас. Знаю, что это на самом деле по зову сердца. И хочу вам сказать искренние слова благодарности за то, что вы наших ребят вот так поддерживаете. Если позволите, шефскую помощь я сам лично буду оказывать. И буду вместе с вами. В любое время дня и ночи я буду вместе с вами. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Жители задают свои вопросы по многоканальному номеру, который принимают в колл-центре и также в социальных сетях ВКонтакте. Важно отметить, что модераторы следят за соблюдением порядка и времени, отведенным на каждый вопрос. Сотрудники колл-центра, принимая вопросы, информировали жителей республики о том, что в рамках часового эфира не все обращения смогут озвучить. Но без внимания не останется ни один вопрос. Официальный ответ получит каждый автор. Темы обращения разные. Это и поддержка военнослужащих, и их семей. И эти вопросы на особом контроле. Были озвучены и проблемы водоснабжения. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Шабахина Оксана Федоровна. Я из села Семен. У меня такой вопрос. Когда у нас в поселке будет водопровод? Спасибо. Ну, и Мурат Олегович меня сейчас слышит, и Михаил Федорович. Конечно, для нас система устойчивого водоснабжения, качественная питьевой водой, для нас это приоритетный вопрос. И вот поверьте мне, что мы этим вопросом занимаемся. У нас есть несколько программ, в том числе и федеральных, утвержденных президентом нашей страны. Что касается водоснабжения, водообеспечения наших населенных пунктов. Это не только касается дружбы, ПСЖА. Это касается практически всех сельских населенных пунктов. Для меня это основная задача. Много вопросов к работе управляющих компаний. К нам обратилась Юлия Узденова из села Чапаевского. У нее сразу два вопроса. Первый. Летом текущего года обещали реконструировать крышу многоквартирного дома. Но до сих пор нет никаких работ. Просят содействия в этом вопросе. Многоквартирный дом в Чапаевском. У нас там один многоквартирный дом. Это дом, который мы переселяли граждан из ветхого и аварийного жилья. Я сейчас обращаюсь к правительству, к министерству строительства. Обратите на это внимание и примите решение. Потому что мы построили этот дом, сдали его в эксплуатацию четыре года назад. Если через четыре года у нас есть проблемы с какой-то крышей, но, видимо, есть вопросы. Поэтому выйдите завтра на место, обратите внимание и примите определенные решения. Вопрос общественного транспорта не остались в стороне у жителей республики. Кстати, второй вопрос Юлии Узденовой на эту тему. Рейс Чапаевская-Черкесск нерегулярный и со сбоями. Один автобус и одна маршрутка в день. Просим вместо маршрутки выделить автобус, потому что мы не помещаемся. А в воскресенье вообще нет автобуса и в субботу вечером невозможно добраться до Черкеска. Спасибо за вопрос. Очень правильно, я об этом слышал. Но здесь считаю, чтобы министерство транспорта, вновь созданное, глава района, Прикубанского района, обратили на это внимание. И здесь, может быть, самим надо подумать, может быть, два-три автобуса сделать, чем один. Ну, кто будет подсказывать, пусть решат специалисты. Но этот вопрос обязательно надо решить. Потому что село Чапаевское большое. Актуальным на сегодняшний вопрос – начало топительного сезона. И, конечно, газификация. К нам обратилась Оливия Айбазова из Урупского района, аул Козел Уруп. К нам протянули газ, но уже месяц не приезжают специалисты для подключения. У меня ребенок инвалид, помогите, чтобы уже холодно подключили газу. Ну, мы сейчас говорили про вопрос газификации Урупского района, в котором не было вообще магистрального газопровода. Я знаю, какую работу проводит сегодня и компания Межривенгаз Черкесск по дугазификации, по газификации. Я думаю, сейчас руководитель нас слышит и уверен, что мы на этот вопрос обратим внимание. Но решение этого вопроса, оно комплексное. В ходе часовой беседы с телезрителями был затронут ряд вопросов, поступивших заранее непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные – от острых проблем до повседневных житейских. Так, еще один из популярных – это тема обращения с твердыми коммунальными отходами. Вовремя несовременного вывода этого мусора работники не забирают, который остается возле контейнеров. Из-за ветра мусор разлетается по окрестностям. Ну, например, такой возле 17-й школы, поле, все в мусоре. У нас во дворе, в зеленой зоне возле домов тоже находится мусор. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос. У нас такой красивый город, и очень жалко, что он добавит в мусор. Ольга, добрый вечер. Спасибо за этот вопрос. На самом деле, я часто общаюсь на эту тему и с нашим профильным министерством, и с органами муниципальной власти. Я родился и вырос в городе Черкесске. И я все время, вот когда проезжаю, еду на работу или еду пешком там, я все время смотрю, считаю, что это проблема. Ольга, что мы этот вопрос обязательно решим. Поставим больше контейнеров, поставим больше машин, которые будут вывозить мусор. Затем поступил вопрос от Екатерины Самойловой из поселка Архыз. Она отметила, что курорт становится с каждым годом популярнее. Но есть проблема. Центральная улица заставлена квадроциклами, уазиками, лошадьми и прочее. Неужели нельзя сделать стоянки езды на этих средствах передвижения, определить специальное место? Наведите у нас порядок. Екатерина Самойлова, да? Вы абсолютно правильно вопрос подняли. И я считаю, что если мы хотим видеть нашу республику красивой, открытой, познавательной, это касается каждого жителя нашей республики, который сегодня эти услуги предоставляет. А если мы будем сидеть здесь, как большие начальники, и на все это так смотреть, лошадь там не привязана, квадроцикл не зарегистрирован, или там мотоцикл, так дело не пойдет. Я общаюсь и с надзорными органами, с правоохранительными структурами. Я буду к ним обращаться с тем, чтобы в этом вопросе наводить порядок, потому что это безопасность тех, кто к нам приезжает. Как было сказано в самом начале прямой линии, без ответа не останется ни одно из поступивших обращений граждан. С каждым свяжутся и разъяснят, что к чему и зачем. Решение всех вопросов глава республики будет держать на личном контроле. Уже сегодня по просьбам многих последовали поручения Рашида Темрезова в адрес районных и городских органов власти. По вопросам, не прозвучавшим в эфире, но принятым операторами колл-центра, также в ближайшее время будут даны письменные ответы. В заключении Рашид Борисбиевич поблагодарил всех, кто был задействован к прямому эфиру. Я хотел бы в первую очередь еще раз поблагодарить вас, весь ваш коллектив, коллектив ИГТРК, коллектив всех наших коллег, которые сегодня работают, и Архиз 24, и РИА КЧР, все, кто сегодня работают. Вас хотел лично поблагодарить. И хотел бы обратиться с просьбой своим единомышленникам, своим коллегам. Это главы городов района, это члены правительства Карачаева Черкесской Республики. Наша с вами обязанность, это быть в контакте с людьми нашей республики. С утра до вечера, круглые сутки. Вы знаете, вот таким образом мы можем решить очень много вопросов, которые не будут выведены в телевидении или еще где-то. А мы должны этим заниматься с утра до вечера. Каждый из вас, я знаю, каждый из вас очень много этому уделяет внимания. Но моя просьба, мое поручение, все делать во благо наших жителей, во благо нашей родной Карачаева Черкесии и нашей великой страны России. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Рашид Борисбевич, за этот интересный, большой обстоятельный разговор. Альбина Ламкова, Олег Малхужев, Вести, Карачаева Черкесия. На этой неделе прошла вторая очередная сессия Народного собрания Карачаева Черкесии. В заседании принял участие и глава республики Рашид Семрезов. Он поздравил депутатов со вступлением в деятельность парламента региона и подчеркнул важность выполнения всех задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Альхан Лепшоков подробнее. Отрадно видеть, что сегодня в нашем парламенте новые лица. Я уверен, что мы все вместе будем решать те задачи, которые были поставлены руководителем нашего государства, подчеркнул глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов. После чего он вручил удостоверение и нагрудный знак депутата Народного собрания республики спикеру Александру Иванову. Также Рашид Семрезов подчеркнул, что каждый из народных избранников будет делать все возможное во благо жителей нашего региона. Все те задачи, которые поставлены нашим президентом, президентом Российской Федерации, нашим верховным главным командующим, по главе нашей страны, они будут исполнены. И я уверен, что парламент, новый сотрудник нашего парламента будет все делать для того, чтобы поддержать эту генеральную линию. После председателя парламента Карачаева Черкесия Александр Иванов вручил удостоверение нагрудные знаки избранным депутатам. Также в ходе заседания обсудили 30 вопросов касаемо структуры Народного собрания и формирования различных комитетов. В рамках обсуждения этих вопросов общим голосованием утвердили полномочия депутата Ханафия Хасанова. Так единогласно был избран заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, участник СФО Дахир Мучаев. Он выразил благодарность главе республики и депутатам за оказанное доверие. Для меня это новая должность. Будем стараться. Будем оправдывать доверие, которое возложено на меня. Сегодня необходимо особое внимание уделять развитию образования и воспитанию здорового поколения у нас в республике. Я надеюсь внести свой вклад в это дело, отметила избранный председатель комитета по науке, образованию, культуре и по делам молодежи Татьяна Черняева. Она долгие годы отдала развитию образования, являясь почетным работником общего образования России и заслуженным работником Карачаева Черкесии. Несомненно, это очень ответственное назначение. И я, как и любой другой человек, волнуюсь, потому что предстоит решать сложные задачи. Ведь мы знаем, что в приоритете нашего государства дети, молодежь, их интересы. На это нацеливает наш президент Российской Федерации и глава Карачаева Черкесской Республики. И, конечно, у меня уже есть опыт работы в предыдущем созыве. Я думаю, что я справлюсь. Хотя, не сомневаюсь, что задачи непростые. Каждый из народных избранников выразил уверенность, что будет действовать в интересах избирателей на законодательном поприще. Али Халебшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесия. Неделя «Белой трости» проходила в Карачаево-Черкесии. В рамках этой акции в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих провели мероприятие, на котором говорили о проблемах инвалидов по зрению. Альбина Ламкова подробнее. Жизнь незрячих, ну, всем понятно, и окружающим, и самим незрячим – это дело очень непростое. Вот здесь главное не опускать руки, не впадать в депрессию, то есть искать какие-то точки опоры. Для всех это разные. Для кого-то работа, для кого-то образование, для кого-то путешествие, друзья и так далее. Семья. И опять-таки из этой трудной ситуации все люди выходят по-разному. Кто-то для ориентировки пользуется навигатором. Ее навигатор – четвероногий друг. Ирина Андреева не доверяет техническим средствам. Ей ближе сочетание труси и, конечно же, собака-поводырь. А все, что вызовет вопросы по месторасположению, можно спросить, говорит она. Ирина приехала из Москвы вместе с супругом Мухаммедом. Он родом из нашей республики. В семье у них двое детей. Недавно родилась внучка. Из-за травмы супруг тоже стал незрячим. Конечно же, родители по жизни. Помогают дети по необходимости. Помогают собачке. Это моя четвертая собака, проводник. На данный момент это овчарка немецкая, Долли. Ей три года. Причем наши собаки работают очень много. Вот сюда мы сейчас приехали не на такси, а на автобусе. И от автобуса уже своим ходом. Причем Долли эту дорогу не знает. Она шла первый раз. Проблемы со зрением у Ирины Андреевой начались с трех лет. До этого момента все было хорошо. После травмы зрение стало постепенно ухудшаться. Окончательно было потеряно после 20 лет. Из-за сопутствующих проблем учеба проходила в специализированной школе-интернате в Москве. Несмотря на жизненные трудности, она смогла найти свое призвание. Окончив медучилище в Кисловодске, стала профессиональным массажистом. Проработала 33 года в детской поликлинике. Совершенно не страшно брать на руки и крутить верстеть внучку полуторамесячную. В жизни Ирины большую роль играет собака-поводырь. Она способна не только вызывать положительные эмоции, но и выполнять роль верного помощника, который сопровождает по пути на работу, домой, помогая справляться с ежедневными трудностями. Это животное становится неотъемлемой частью семьи и приносит радость и поддержку каждый день. Собак-поводырей воспитывают в специальных центрах. Выдают не всем. Есть определенные требования. Собака даже самая умная не рождается поводырем. Вначале незрячий человек должен научиться ориентироваться с помощью трости. Затем он проходит нужный маршрут самостоятельно. И только потом показывает собаке. Незрячий человек в сопровождении собаки-поводыря по закону имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. В республиканскую библиотеку для незрячих и слабовидящих Ирина пришла с супругом Мухамедом. Они вместе с мужем поделились своим опытом и знаниями. На встрече присутствовали и слабослышащие, поэтому работал сурдопереводчик. В России всего три школы по подготовке собак-проводников. Если сравнивать с другими странами Европы, где на сравнительно небольшой территории находятся несколько школ. Поэтому ожидание в очереди собаки-проводника занимает где-то от года до двух лет и бывает дольше. Ее история вдохновила многих присутствующих и показала, что даже самые серьезные жизненные трудности могут быть преодолены с помощью веры, поддержки близких и умения адаптироваться к новым условиям. Альбина Ламкова, Алиб Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия. Связь поколений «Сила России» под таким названием в республике проходит серия концертов в учебных заведениях под руководством заслуженного работника культуры Карачао-Черкесия Алексея Иванченко. Хоровой коллектив «Гармония» и хореографический ансамбль «Салам» открыли эстафету в медицинском колледже Черкеска с мероприятия «Алибаташ». Задача аккомпаниатора и художественного руководителя хора Алексея Иванченко – дать удобный темп во вступлении, верно передать настроение музыкального произведения, а еще знать подход к каждому исполнителю, чтобы песня прозвучала выразительно и тронула сердца слушателей. Музыкой я занимаюсь с раннего детства, ну где-то аж с 1983 года, как пошел в школу, взял в руки аккордеон, точнее я до этого выступал в хоре мальчиков города Черкеска, был солистом этого хора, первый хор у нас. Потом мне предложили перейти на такой замечательный инструмент, как аккордеон. «В коллективе с 2011 года, вообще пою еще со школы, в хорах выступала, на химзаводе работала, в химзаводском хоре пела, но пришла сюда работать, пою здесь в этом хоре сейчас». «Что вас побудило прийти?» «Ну, песни, это есть песня, песни всегда петь приятно». Зажигательный кавказский танец исполнил хореографический коллектив «Салам», художественный руководитель Азамат Кумуков. В концерте звучали не только народные, но и эстрадные песни, которые тепло принимала публика. «С Россией устремнейших в том неразлучная, своей судьбой, своей мечтой ей созвучная. Среди тарины, среди больших веков, безплавная, всеправная, без публика». Идея объединить на одной сцене молодежь и старшее поколение, провести серию концертов «Связь поколений. Сила России» возникла у Алексея в начале года. Ее активно поддержали Фонд президентских и культурных инициатив, Всероссийское общество слепых и другие политические партии и общественные организации республики. «Конечно, мы такие проекты не просто должны, мы обязаны поддерживать, потому что такие проекты направлены на укрепление семьи, семейных ценностей, традиций. И в дальнейшем также мы будем поддерживать этот проект». «Сейчас будем давать такую серию концертов. У нас остаётся семь концертов в разных учебных заведениях. Это колледжи, средние школы, гимназии и так далее. Потом планируем уже с этим же репертуаром проехать по нашей большой, дружной Карачаевой Черкесии. «Это первый, да, такой шокий опыт?» «Надеемся, что и не последний, что это только начало». Самая юная участница хора Вероника Гарпенченко вдохновлена примером своей бабушки Веры, участницы хора «Гармония». Она любит народные песни с детства. Самая любимая – «Матушка-Земля». «Я у себя на планшете её включила, а нам всем эта сразу песня понравилась». «А ещё какие песни ты поёшь?» «Ой, понад Волгой». «А тебе нравится петь?» «Да». «А почему?» «Ну, потому что я люблю петь песни весёлые, ну, и поэтому я согласилась петь». «А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Певицей». Певица покорила зал, исполнив любимую песню на одной сцене со своей бабушкой Верой и всеми выступающими артистами концерта. «Матушка-Земля», белая берёзонька, для меня святая Русь, для других занозонька. «Матушка-Земля», белая берёзонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующий, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова